Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Тиелим. Дошли мы до 103 псалма. Невероятный псалом. Написано в величайшей тайной глубины Кабалы, тайной мироздания. Все в этом псалме. Но давайте более практические вещи. Итак, первое, что всегда пишут, это читать во время болезни. Когда человек болен, эту молитву составил царь Давид, когда был очень болен, она принесла ему исцеление. И любому человеку надо, если болезнь, сразу читать 103 псалом. Сущность этого псалма говорит о том, что, познавая тайну своей души, вглядывая в свою жизнь, в свою душу, человек приближается к познанию Всевышнего. Так это отражено. Например, книга Заар, кабалистическая книга на Тиелим 103 пишет, что в 15-м перехе, там где дни жизни человека, написано, что каждый день тысячи умирают, и тысячи рождаются. Люди умирают, приходят новые перевоплощения детьми. И в этом секрет сказанного возобновляет каждый день постоянно действие создания мира в трактате Хагига. Каждый день умирают тысячи и тысячи рождаются. И обо всем этом рассуждается 103 псалом. Вообще написано, что божественные планы осуществляются в мире избранными людьми или там небесными посланцами, которые принимают самые разнообразные формы. Они превращаются в людей, в животных, в любые объекты материального мира. Имена и внешние миды, вот их посланников, ангелов меняются в зависимости от задания. И в этом суть слов Тиелим, четвертый посук нашего Тиелим, служители его огонь оборачивающие. Иногда они оборачиваются в мужчин, написано, в женщин, в ангелы и так далее. Этот псалом очень для зачатия детей написан. Его вместе считаются 102-м, и это очень сильно действует в этом образе. Вообще написано, и сказал нам рабе Авраам Хамой, что этот псалом невероятно связывает душу и тело. Душа состоит из 248 частей, и тело состоит из 248 органов. Соответственно, все это 248 заповедей. Душа связана с телом через 22 буквы алфавита, и они являются каналами, связывающими 248 органов тела с 248 органами души. Когда связь разрывается, с человеком происходит, к сожалению, уход из этого мира. Поэтому написано, что секретом вот этих 22 букв можно оживить человека. Каждый человек, упомянутый в Талмуде, нет такого человека, который упомянут в Талмуде, и он не мог оживить мертвых, иначе его имя не упоминалось в Талмуде. Рабе Авраам Хамой, о котором я только что говорил, он писал, что 103-й псалом укрепляет связь души и тела. Когда человек тяжело болеет, этот псалом, сохраняясь, увеличивает эту силу, не дает душе уйти из тела. Поэтому это очень великий псалом. Также он помогает и духовному подъему, когда человек ленится делать битвот, ему тянет к материальным удовольствиям. Чувствует, не идет духовное, надо читать. Когда ты падаешь, не дай Бог, к служению Творцу, нужно читать 103-й псалом. Этот псалом, еще раз повторюсь, просто Давид произносил во время болезни, его следует читать за больного человека, также за свои личные недуги, физические, духовные. Написано единственным псаломом, которым написано следующее. Всевышний благословит человека, произносящего этот псалом, и он найдет успокоение своей душе. Вот что будет добавить больше нечего. Брахава от слуха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok